Большое спасибо, глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Отличительной чертой современной медицины уже довольно давно является внедрение в различных отраслях гибридных технологий. Причем это самые передовые малоинвазивные методики, которые объединяют и различные технологии, и врачей разных профилей. Но вместе с тем гибридные технологии не являются совершенно распространенными. Скажем так, рутинными они являются только в передовых отраслевых центрах и не распространяются генерально на общую медицинскую практику. Отличительной особенностью гибридных технологий является совмещение радиологической картины с картиной КТ или МРТ, где мы можем оценивать пространственное распределение радиофармпрепарата и таким образом давать оценку функциональной структуре. И диагностики, диагностики различных заболеваний с помощью методов структурного анализа, таких как КТ и МРТ. И еще, конечно, точная анатомическая локализация поражения помогает в назначении дополнительных радиологических процедур, тканевой биопсии и так далее. Вот мы попробовали разделить компоненты, которые складываются в единый гибрид, что дает эффект. На наш взгляд, это в первую очередь поисковая функция, выявление зон патологического накопления радиофармпрепарата. И вторая – это сравнительная оценка аккумуляции радиофармпрепарата в патологическом очаге в динамике проведенного лечения. Конечно, компьютерная томография – это в первую очередь приближение к диагностическому заключению, то есть сопоставление структурного состояния органов и тканей с выявленными участками патологического накопления РФП и вынесение диагностического заключения. И затем выявление дополнительных участков деструкции, которые не были определены радиологическим способом, радиозатопным способом. И также коррелирует с второй задачей, которая возложена на радиозатопный метод – это оценка динамики. Мы в своей клинике стараемся максимально широко внедрять этот метод в различных компонентах клинических диагностических задач. В диагностике первичных костных опухолей мы видим цели в виде выявления первичного и вторичного очагов поражения и, опять же, оценки эффективности проведенного лечения. Демонстрацией этому может быть следующий слайд. Я не буду воровать ваше время, подписи вы прочитаете и так, я буду по слайдам рассказывать основную суть. Значит, больная с многократным рецидивом остеобластомы, причем агрессивной остеобластомы, перенесшая несколько операций, вновь попала в нашу клинику на контроль, где в области шеи был выявлен конгломерат очагов гипераккумуляции радиофармпрепарата, который мы посмотрели сначала на планарной синтеграфии, а потом подвергли компьютерной томографии с Оффект. Мы увидели все фокусы, все зоны гипераккумуляции радиофармпрепарата и сопоставили с теми узлами, минерализованными, высоко минерализованными, которые были выявлены на КТ. Кроме основных узлов в зоне расположения основной опухоли, мы выявили также отсевы, которые соответствовали, по сути дела это метастазы в лимфоузлы, хотя опухоль изначально трактуется и трактовалась как остеобластома. Последующая проведенная 64-стрезовая компьютерная томография показала, что уже на этапе применения Оффект КТ почти все диагностические задачи были решены. То есть в ряде случаев вот этого гибридного комплекса бывает достаточно для того, чтобы дальше обследование больного не подвергать. Следующий слайд демонстрирует возможности контроля лечения с помощью Оффект КТ. Сложный больной, который перенес операцию по поводу удаления остеосаркомы правой бедренной кости с эндопротезированием, затем возник метастаз в левой подвздошной кости, успешно пролеченный лучевым способом, дистанционная лучевая терапия. Затем были выявлены еще два очага, один в максимальном отделе правой бедренной кости и один в области шестого грудного позвонка. Вот здесь видно динамика изменения аккумуляции радиофармопрепарата после ультразвуковой термоабляции очага, который располагался в области хирургической шейки правой бедренной кости. Мы видим картинку до лечения и после лечения. Видно, что компьютерная томография практически осталась в неизменном виде в то время как аккумуляция радиофармопрепарата резко деградировала до отрицательных величин по сравнению с физиологическим уровнем. Таким образом, были получены неоспоримые подтверждения тому, что радиоизотопная компонента очень важна в оценке динамики лечения, потому что она дает очень быстро, немедленный и точный результат. И то же самое касается лечения второго метастаза, который располагался в шестом грудном позвонке. Мы видим нормализацию полностью картины на планарной синтеграфии и видим некоторое снижение аккумуляции радиофармопрепарата после проведения кибернажа в области шестого грудного позвонка. Теперь то, что касается вторичного поражения костей, это самая распространенная задача, которая, по сути дела, стоит перед радиологами. На наш взгляд, то, что мы изложили здесь, это суммация нашего личного опыта, не претендующая на генеральное обобщение. И тем не менее, мы считаем, что при отрицательном синтеграфическом тесте являются показания данные других методов аналичия метастатического поражения. И это я попытаюсь продемонстрировать. И обязательно учет, конечно, клинической картины. Вообще, надо сказать, что я встречаю, к сожалению, и среди рентгенологов в том числе, довольно часто такое мнение, что, ну, в принципе, очень четкая картинка, но что там еще больного спрашивать? Нужно спрашивать обязательно о болях, самочувствии, потому что это ключ к пониманию некоторых вещей, которые инструментальная диагностика пока не может решить. При положительном синтеграфическом тесте, я надеюсь, вы уже прочитали, перейдем к следующему слайду. Больной раком предстательной железы мы видим на синтеграмме практически нормальное распределение радиофармпрепарата. Отдельные зоны аномального, условно говоря, аномального накопления, они полностью соответствуют возрастным изменениям. При оффект КТ мы выявили два метастаза, которые были выявлены и с помощью визуализации очагов гипераккумуляции, и с помощью компьютерной томографии. Размеры где-то 1-2-1-3 сантиметра максимального в диаметре. То есть, это еще одно подтверждение тому, что сантиметра уже далеко не всегда отвечает потребностям клинической практики. Следующий пример. Вот здесь такое равномерное, такое диффузное накопление препарата. Больная к нам пришла в отделение на сантиметра. Доктора посмотрели и вынесли заключение о отсутствии очагового поражения скелета. Буквально на следующий день при проведении компьютерной томографии были выявлены очаги поражения в позвоночнике, причем множественные. Мы переделали оффект КТ, сделали, и выявили практически везде, во всех отделах позвоночника, зоны гипераккумуляции, вот такой суперскан, который сопровождался мелкоочаговым сливным поражением на компьютерной томографии. Теперь очень важным моментом является оценка динамики лечения костных метастазов с помощью оффект КТ. Потому что мы знаем, что и сантиграфия, и в ряде случаев, и рентгенография, и даже компьютерная томография иногда реже, но иногда тоже ошибаются. Почему это происходит? Мы чаще всего ошибаемся, когда мы видим повышение накопления радиофармфепарата после, скажем, химиотерапии в ряде очагов. Но мы уже, конечно, имеем опыт, и эти ошибки у нас сведены до минимума, но, тем не менее, это довольно распространенное явление. И у докторов, у которых не так много опыта, эти картинки могут вызвать затруднения естественные. И при компьютерной томографии, при методах структурного анализа, мы знаем, что уплотнение костной структуры, которым сопровождается репарация в зонах поражения, отнюдь не стопроцентно указывает именно на репарацию, а может указывать на эволюцию остеолитического метастаза в остеобластический, что часто происходит при раке молочной железы. И это очень... Это мне? Понял. Значит, я тогда буду побыстрее. Вот мы видим две картинки до и после лечения. Вот это доказанная репарация, когда в зоне поражения происходит минерализация очага, и мы видим, соответственно, сопровождающиеся реактивным костеобразованием усиление гипераккумуляции РФП. Еще очень важный раздел — это реконструктивные операции. Вы быстро прочитаете, а я вам расскажу. Просто вот, скажем, такие диагнозы, как рак корня языка, дна полости рта, саркома нижней челюсти, сопровождаются, вернее, лечение сопряжено с жутким калечащим эффектом. Для того, чтобы минимизировать этот эффект, нужна реконструкция. Проводится у нас реконструкция, не только у нас, а и в мире тоже реконструкция с помощью забора трансплантата. Чаще всего это малоберцовая кость, подвздошная, иногда лопатка. Формируются кусочками нижняя челюсть, связанные эти кусочки между собой титановыми скобами. И важно оценить степень кровоснабжения, то есть жизнеспособность установленного трансплантата, который укрыт мягкотканным лоскутом на сосудистой ножке. Вот пример того, что этот трансплантат не работает. Мы видим отсутствие накопления радиофармпрепарата в зоне установленного трансплантата. А вот пример удачно проведенной операции. Мы видим повышенное накопление во всех фрагментах трансплантата, что говорит о кровоснабжении имеющемся. Ну и я заканчиваю на этом практически. У меня не осталось больше времени, поэтому спасибо за внимание.